привет мои дорогие ну вот я и в палате показываю вам клинику это моя кровать это моя тумбочка которую заплатила 3 600 за сутки вот еще никого не положили и хоть бы никого не положили сам узел я привет и даже футболка сова душ приличный и приспособление для тяжелых операционных все есть сейчас покажу дали кусок мыла нет какой-то набор не мыла набор палата номер 6 значит такое а это наверное вызывать что ли тут звону а до . лапочек вызов и оборудовалась мыл дали хорошо в свое все дело в принципе вот и все сейчас придет хирург это я машу без макияжа ну все пока пока мои хорошие вот лежу я в реанимации операцию сделала операция жила чуть меньше двух часов наркоз хороший глаза уже меньше болят на китаро школе себя не показываю испугаетесь это страшнее чем фильм ужасов смотреть в 3d ну шучу шучу конечно не совсем уж так страшно а ужин принесли офигенный вкусный нужен плов с курицы салатик с капусты с меданом и луком с морковку булочка с чай ну не то что в нашей муниципалка ну естественно ты платишь за это реанимация стоит денег больше всего никого не оперировали что-то сорвалась операция поэтому ночую в реанимации вдвоем с медсестрой персонал очень хороший вежливый внимательный чувствуешь себя как с границей платная же хирург хороший будто отеки сходить может рискнуть показать себе а так стукачки надену ничего все нормально першит все горло но это та что трубка была вентилировали легкие во время наркоза на ликвиденции спасают все пока пока закрываюсь завтра переводят уже в палату в 2 часа дня выписывают привет мои хорошие ну перевели меня с реанимации в палату самочувствие хорошее сейчас скажу всю правду о блефаропластике значит страшного ничего нет абсолютно больно до пальца обрежьте больно болит ну колют обезболивающее ставят капельницы все жвачках потому что показывать вам это нельзя здесь мне еще катетер вводят лекарства отек хороший отек но глазки видят не за не заплыли говорит хуже бывает значит отек с 1 по 3 день наливается потом спадает потом ставят синяки в течение двух недель синяки сходят результат наступает через месяц-два то есть как результат это не будет видно швов их и так уже не будет видно потому что через две недели можно уже пользоваться косметикой наносить маскировать а мы женщины это очень легко умеем делать не правда ли это в принципе операция довольно доктором я довольно рекомендую его если кого заинтересует пишите отвечу он не волгоградский нет ни с волгограда цены у него довольно таки разумные и сегодня меня в два часа уже выписывают все еду домой назначение врача есть капли мази желательно две недели быть дома чтобы не подхватить нигде грипп или простуду ли еще что-то ну как всегда после операции в принципе все ведь улыбаюсь даже пока пока я это сделала молодец я голос не обращайте внимание потому что во время наркоза была трубка и ободрана гортань я сосуд леденцы и гол восстановится конечно же когда там все заживет першит пишет ну это наверное такой вот самый вот ну 1 1 1 из неприятностей но все терпимо зато потом красиво все пока пока привет всем у меня сегодня третий день после операции которую я сделала решилась на этом может кто-то меня и посчитает ну мягко сказать дурочка скажет делать нечего ложиться под нож но я помню снимала видео семь недостатков которые меня раздражают в моей внешности я указывала именно этот недостаток который преследует меня с детства у доктора когда лежал в реанимации у меня потом пришел после операции спрашивал как дела и они у спрашиваю вот скажите пожалуйста откуда они берутся эти грыжи он говорит на это взрослые грыжи а я говорю тогда не понимаю меня самого детства эти грыжи с самого детства меня отеки под глазами я росла таким худым ребенком это значит можно сделать вывод такой что на масло и жир не прилипал он вы весь в глаза в роз он засмеялся в общем я считаю что это наверное генетически все так у меня папа с мешками под глазами я с мешками под глазами дочку меня родилась тоже мучается теперь как мам я поеду я у него спросил вер 24 года вы делаете такие операции он говорит но это 24 года это совсем другая операция более легкая люди через три часа уходят уже домой менее безболезненная менее ну после операционный период меньше намного и без существенных и синяков и опухлости вот сейчас допустим какой третий день до опухлости вот уже уже все отеки сошли подожди сюда же было вот так вот вот видите вот тут даже будет синячок то есть вот сюда вот пошло здесь уже не скорую шачками ничем я просто вам варен это ничего такого страшного нету делаю все рекомендации доктора капаю в глаза калю китару понадобности если больно но на самом деле ничего уже не больно сегодня сниму на где швы он наложил трипсы стрип ну по-русски говоря пластырь сегодня он сказал снять вечером сегодня понедельник размочить их физраствором и снять а в субботу на этой неделе еду к нему снимать швы в принципе я уже вижу что еду на поправку буду ждать результата мечту свое воплотила избавилась от этих грыж которые просто не давали мне никакого покоя не прибавляют возраст что девчонки не бойтесь вот женщина медсестра которая за мной ухаживала реанимации она есть 45 лет она говорит у нее большие грыжи так муж ее гонит иди делай ты работаешь в этой клинике не можешь сделать единственное что имейте ввиду что оказывается я даже не знала если хорошо что я вот работаю сама на себя да мне нужен больничный никакой ничего а кто люди работают берут отпуск за свой счет а почему потому что больничный на операции красоты пластические пластические операции не оплачивается то есть на закон нашего государства все это какой-то дурдом то есть это считается что это ваша прихоть это же не жизненно важная какой-то ваша прихоть а я считаю это несправедливо люди хотят быть красивыми люди люди во первых многих людей когда они избавляются какого-то комплекса там физического до который мне нравится там не только на лице может груди себе заращивает налаживается личная жизнь ведь вы согласны со мной и за это не оплачивать больничный ну как это так это считаю что но личная жизнь наладилась вышла замуж на рожала детей которые нас демографический фонд подняла до в стране которой так не хватает вот так вот это мое личное мнение но это мое личное мнение как говорится я закона не пишу в госдуме не работаю на кого-то не на чего не повлияет чувствую себя хорошо температура уже нет температура поднималась до 37 7 то есть это принципе нормально сегодня температура уже нет еще или кто-то захочет что-то интересует кого-то пишите мне можно можете написать и в одноклассники в мессенджер можете написать фейсбуке то есть я есть везде увидите ко мне друзья и пишите я все я дам координаты этого доктора доктор это я имею ввиду волгоградских наших людей если кто ну кто сил родными подписан доктор не наш не волгоградский он приезжает саратова доктор очень хороший очень отличные отзывы о нем цена приемлемо ниже всех волгограде вот все что я могу пока сказать качество на высоте еще раз повторяюсь почему на высоте и говорю потому что работает там с ним операционная медсестра родственница мужа и она год я вижу я вижу сколько приходят наших волгоградах с благодарностью к нему и благодарят что у них новая жизнь что у них все наладилось и личная жизнь наладилось и все такое прочее так что если что пишите спрашивайте но все пока пока до субботы сниму швы может быть уже тогда можно будет себя будет показать но пока показывать не хочу не хочу портить эстетический вид общего экрана пока мои хорошие до следующего включения привет привет солнце светит в глаза телефон трясет еду в клинику снимать швы чуть-чуть боюсь боюсь чего боюсь что будет больно головную операцию не боялась а швы боюсь снимать расскажу вам потом было больно не было все пока пока закрываюсь ну вот швы сняла было совсем не больно у хирурга очень нежные руки я считаю волшебные зовут его тимошенко александр владимирович он нет не с волгограда от саратова я восторге от этого человека у него золотые руки я уже сижу не в защитно солнечных очках да я уже сижу своих оптических очках которых я хожу летом через недельку все сойдет до конца через два месяца он сказал вы себя просто не узнаете на мне он чапочка сидит на кресле чапа чапочка ты кушала чапочка в общем зря боялась ничего страшного абсолютно девчонки если у вас такой комплекс есть то есть глазные грыжи под глазами ничего не бойтесь езжайте удаляйте я заняла денег на это поехала если так вам признаться конечно часть денег я заняла ну когда поставлена цель ты к ней же идешь я целеустремленный человек и на данный момент я очень счастлива очень счастлива вы просто не представляете я просыпаюсь каждое утро смотрю на себя и не могу нарадоваться что будет через месяц вообще он не сказал вы будете прыгать до потолка но в общем не такая что сложная операция не такая она страшная не бойтесь ничего любите себя будьте красивая это ты абсолютно не страшно есть неприятные моменты но по сравнению с какой будет результат это все ерунда мы же женщины мы же все вытерпел мы все выдержим и все у нас будет хорошо на этом я наверное закончу серию таких видео после операционных скорее всего на следующей неделе уже буду снимать с открытым лицом посмотрю так что моим подписчикам пламенный привет а гостям канала заходите в гости почаще подписывайтесь нажимайте на колокольчике всего вам хорошего самого доброго самого светлого что есть на белом свете каждый день нужно проживать с радостью и счастьем каждое утро нужно встречать с улыбкой на лице почему потому что мы с вами живем пока ваша света до новых встреч в эфире